Слава Господу! Гокор пропел, что я знаю Господа. И мое слово сейчас я обращаюсь к тем людям, которые, может быть, первый раз на этом месте, в этом собрании. Может быть, не первый раз, но еще не примирились с Богом и не покаялись. И вот те слова, которые звучали, я знаю Господа, у меня вопрос к вам, знаете ли вы Господа? Вы можете знать о Боге. Вы, может быть, когда-то слышали где-то, размышляли где-то, читали, или что-то узнали уже, но вы знаете о Боге. Но знаешь ли ты Бога лично? Потому что, как хор пропел, что когда настанет вот этот момент перед смертью, очень важно понимать, что ты знаешь Бога, а не о Боге. И, знаете, может быть, вы искали уже Бога. Какое-то время потратили на то, чтобы найти Его, что-то узнать о Нем. Но, знаете, есть одна преграда. Бог может находиться рядом с вами. Рядом. Но между вами и Богом, между тобой и Богом может быть стена. И эта стена является грехом. Когда есть грех, то грех он разделяет человека с Богом. Бог рядом, но этот грех, он как стена стоит между тобой и Богом. И, знаете, один стих я прочитаю. Это было написано в Михея, 2 глава, 13 стих. Было написано к народу Божьему, о народе Божьем. «Перед ними пойдет стена-рушитель, они сокрушат преграды, войду сквозь ворота и выйдут ими, и царь их пойдет перед ними, а во главе их Господь». Или, знаете, очень сильный стих, потому что здесь такие слова, говорится о неком стенорушителе. Он пойдет, то есть тот пойдет, в другом переводе скажем, разрушающий преграды. То есть то, что разделяет человека с Богом, нужно, чтобы кто-то разрушил. И вот этим стенорушителем является Иисус Христос, потому что Он заплатил эту цену, и благодаря этой цене, благодаря Его жертве, мы можем, имеем право, прийти к Богу. Но очень важно, чтобы эта стена была разрушена. Это делается в тот момент, когда человек кается пред Богом, когда призывает Его имя и просит прощения за свои грехи. И поэтому я хочу спросить сейчас, есть ли в нашем собрании те люди, которые хотят примириться с Богом, покаяться, кто не делал этого раньше, поднимите ваши руки, мы будем за вас молиться. Есть такие, да? Выходите сюда наперед.